Всем привет! В этом видео поговорим о том, что генеральные прокуроры 26 штатов восстали против Байдена. Угроза реального военного конфликта между США и Ираном на время снизила внимание американских СМИ к ситуации, разворачивающейся в штате Техас, но там от этого спокойнее не стало. Напомню, что ранее президент Байден дал руководству штата сутки на передачу федеральной погранслужбе захваченного бойцами нацгвардии штата участка границы протяженностью в 48 километров. Власти Техаса ультиматум проигнорировали и к настоящему времени взяли под контроль уже 60 километров американской границы. И все идет тому, что нацгвардия продолжит стеснить федеральных служащих. Губернатор штата согласовал введение в приграничных населенных пунктах чрезвычайного положения, что послужило поводом для активного набора добровольцев в состав нацгвардии для патрулирования границ штата. Нацгвардия штат Техас до обострения отношений с Вашингтоном состояла из 19 тысяч военнослужащих. Сейчас численность вооруженных людей готовых вступить в противостояние с армией США с учетом подкреплений из других штатов резко выросла. Известно, что губернатор штатов Вирджинии и Флорида направили в Техас по тысяче бойцов нацгвардии. Напомню, что техасский губернатор ранее заявил о конституционном праве штата на самооборону от незаконных действий Байдена и федерального правительства. Тем временем губернаторы штатов Оклахомы и Канзас заявили, что они не исключают в ближайшее время столкновения в своих штатах с армией США и решительно осуждают бесхребетную миграционную политику Байдена. Генеральный прокурор 26 штатов США открыто встали на сторону Техаса в конфликте с Вашингтоном. Политику Байдена публично не поддержал ни один влиятельный региональный чиновник. На фоне перечисленных событий губернатор Техаса обвинил Байдена в порочных связях с мексиканскими наркокартелями. Именно этим, по мнению Эббета, можно объяснить чрезмерную лояльность президента к нелегальным мигрантам, через которых на территории США могут поступать запрещенные вещества. С учетом текущей ситуации очевидно, что власти штата Техас в ближайшее время полностью возьмут границы под свой контроль. Внение Байдена, чиновников из Пентагона и судей Верховного суда на этот счет их больше не интересует.